Доброго времени суток всем моим подписчикам. Тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Будем вместе с вами обозревать посылочки из Китая, а также некоторые товары. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот товар. Это кайборд стационарный сет, то есть клавиатурный стационарный набор. Что в себя он включает? Степлер, дырокол и щеточку для чистки клавиатуры. А также такую клавишу с магнитиками для подачи скобочек. Открываем, что вот в такой вот идет упаковочке. Заказывал это товарищи на подарок. Выполнено все это, видите, в таком вот стиле клавиатуры, старой такой кнопочной. Вот, кнопочка здесь единственная, что в принципе кнопка называется как кнопка Enter. Вот, все остальные так и подписаны. Степлер, пунч и кайборд праж, то есть щеточка. Вот, и все это вот в таком вот корпусе. К сожалению, корпус сам пришел поцарапан, хоть упаковка и целая. Корпус пришел поцарапан, с такими вот небольшими царапинами. Но я думаю, это в принципе незначительно. Вот, но обидно, заказывал это на подарок. Вот таким вот образом снимается эта штучка, крышечка. Сюда вот, по идее, засыпаете вот такие вот скобочки. А здесь вот есть такой вот небольшой магнит, куда они вот прилипают. И по идее, то есть вы нажимаете кнопку Enter, магнит опускается вниз, подцепливает скобу и поднимает ее вам наверх, подавая ее вот сюда. То есть отсюда вы скобы и не видите. Но минус в том, что, как мы видим, если просто их туда насыпать, ничего на самом деле не подается. Я пробовал много их туда насыпать. Проще взять и просто приклеить на этот магнит. Я потом в итоге разобрал вот эту кнопку. Там внутри стоит пружина. И маленькие два магнитика сюда приклеены. Я думаю, если сюда приклеить большой какой-нибудь побольше магнит, помощнее, то задумка автора, создателя этой штучки, этого наборчика, в принципе, будет работать. То есть магнит будет подавать скобки наверх. Вот. В комплекте идет вот такая вот щеточка для чистки клавиатуры. Вот. Такая довольно жесткая, пластиковая. У нее ворсина вот эта. Вот. Для прочистки между кнопочек. Вот. В комплекте идет маленький вот такой вот степлер. В него заряжаются маленькие скобы. Десятого размерчика. У меня такие вот вроде нашлись. Вот. Единственное, что нужно немного их сюда. Сейчас вместе с вами буду и тестировать заодно, работает ли это. Так. У меня есть вот такой вот лист. Оп. Ну, как мы видим, скобочка замкнулась. Вот. То есть степлер работает. Наверное, скобочки так и оставлю. Подарю вместе со скобами товарищу. Но единственное, что, что степлер весь такой вот, если слышно, ну, тарахтит, в общем, дребезжит. Если, например, сейчас нету большого степлера под рукой, то они там собраны более так добротно, более крепко. Ну, а это, в принципе, такой вот, я думаю, девайс чисто для работы в офисе. Его достаточно, поэтому тут не обязательно, скажем, что-то такое вот сверхъестественное. Попробуем, вот, насколько он, скажем так, пробивает этот степлер. И, как мы видим, что вот в четверо сложенный лист из тетради замкнуло скобой. Вот. Также здесь идет вот такой вот дырокол. Это, наверное, какую-нибудь офисную бумагу. Вот, видите, дырочка появилась у нас. Нужно сложить в папку, например, какие-то документы. И папочка со скоросшивателем. То вот такие вот дырочки пробиваете нужной вам длины. Одеваете в папку и ваши документы хранятся в папке. Вот такие вот дырочки пробивает. Бумажечки собираются вот здесь вот. Такой вот отсек небольшой. Вот. Можно конфетти нарезать, если цветную бумагу напрокалывать. Вот. Все это собирается в такой небольшой контейнер. Ну, основная, скажем так, фишка этого наборчика, что он вот такого вот стиля. Что он напоминает чем-то клавиатуру своим внешним видом. Вот. Что его можно, например, поставить в офисе рядом с такой вот старого образца клавиатурой. Кто еще помнит, ставьте лайки, кстати. Вот. По которой вот так вот можно было стучать. И она так упала. И когда какая-нибудь секретарша или бухгалтер набирала какой-нибудь отчет, стоял такой вот шум непонятный постоянно в офисах. Кто застал эти времена, ребятки, ставим лайки. Вот. Вот. Ну, в принципе, дырокол работает. Степлер свои функции выполняет. Единственное, что за такими маленькими скобами пришлось походить, пообходить кучу таких, скажем, ларьков в канцелярии. Вот. Щеточка, я думаю, тоже пригодится почистить. Особенно на новых ноутбуках. Там нету таких, скажем, засыпаний под клавиатурой. Вот. И щетка как раз сверху довольно-таки нормально будет чистить какие-то там остатки пыли, крошек и еще чего-нибудь. Вот. Так что вот такой вот наборчик пришел. Вот. Подсыпем товарищу еще скобочек сразу все это вместе. То есть, как вы видите, задумочка вот такая вот, что приклеивается на магнитик вот так вот. Вот. Ну, магнитик, видите, маленький, то есть там он слабенький. Вот. И вот как-то оно должно, по идее, работать, подавать кнопки. Эти кнопки, я говорю, скобки эти, или как они называются, в общем. Кто знает, как они называются, отпишитесь в комментариях. Скрепки, скобки. Положим сюда еще небольшой запас скрепок для степлера. Вот. Ну, думаю, в принципе, как такой презент какому-нибудь офисному работничку, довольно-таки интересная штука. Вот. Как видите, в общем, пришла целая, просто с небольшими такими царапинами. К сожалению, не сильно презентабельно, но я думаю, это не основное. Главное, что степлер, дырокол и, скажем так, щетка целые. Вот. Магнитик я попробую еще поменять. Вот. Было в двух исполнениях, в черном и в белом. Я заказал в черном. Вот. Поскольку у товарищей клавиатура вроде черная. Вот. Но это не суть, я думаю. Просто белое, во-первых, пачкаться будет. Вот. Сзади вот такая вот инструкция, кто за что отвечает. И вот здесь вот как бы изображено, что если нажимаете на эту кнопочку, то скобочки подаются наверх, вот эти вот скрепочки. Вот. Также здесь нарисована щеточка, что какая кнопочка, какая кнопочка степлера и какая кнопочка дырокол. В общем, вот такой вот наборчик. Товар приходит. Товарчик интересный, креативный. Если кого интересует подарок, то вот, пожалуйста, могу рекомендовать. Спасибо за осмотр. Ждем новых обзоров.